МОСКВИЧ 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 Есть нормальный подкат, не прыжок. И играет не шипами даже, а... Хорошо, а если бы была возможность, дал бы за такой желтый после повтора? Нет. Ну, нет. Почему? Заподнятые шипы. Нет, я же говорю, по факту это опасная игра. Должен быть свободный удар. В этом сезоне не показывают желтые вот такие дополнительные после повтора. Далее попытка. Шарахнул наклболом, насколько я понимаю, Газданов. Он сменил гол, потом увидел фолл Шишукова. И сказал, что я не имею права показывать желтый вотк. А так бы показал желтый вотк. Вообще в футболе имеет право. Вот рассказывают ребята из Эгреси, что очень жесткие меры у главного тренера. Он пихает за улыбочки, шуточки на тренировках. Будет момент для удара. Газданов. Вроде бы не самая аккуратная, обработка все равно. Сумел здесь найти шанс. Хантер. Хантер, конечно, тоже просто примагнитил этот мяч. Удар пичи. И все подборы берут. Нет, пацаны там с реакцией у нас. Подача опять, посмотри, вот с этого левого полуфланга регулярно. То Газданов, то пичи отдают передачи. Центр штрафной. Забегание есть. И атака продолжается. И это все еще 0-2. Неужели не было офсайда? Мне кажется, там было. Да, 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 конечно. Вот оно. Диагональная струнин. Он уже вблизи штрафной. Струна отдает момент для удара. Серия рикошетов. И вот он первый шанс в игру. На самом деле сейчас можно было вернуться в игру. Смотрите, да, рикошет. Вот этот в последний момент. И мяч полетел дальше. Продвигается атака команды Родины Медиа. Они сейчас могут забить. Пас проходит. Это выход 1-1. Гол 3-0. Гол 3-0. Голгостадов. Осетинский палач. Сначала смотрим на момент спадения. Так что гол может быть отменен. Может быть назначен бенальт. Да нет. Такое мы видели. Сам зацепился. Посмотрите, Апанасин как раз в кадре. А вот и пас. Вот и пас. Посмотри. Так, не было ли офсайда? Нет, задержался защитник левый. И не смог переходить. Как будто между ногами учителя не мяч пролетел. Но сквозь защитника прошел. Что скажешь по позиции вратаря? Далеко вышел. Вышел ли далековато? Ну конечно. И не был ли пойман на этой полупозиции? Ну тут изначально просто защитник тоже, мне кажется. Должен был защитник этот мяч не дать этому мячу дойти до нападающего. Аэропетян. Он хорошо чувствует, но еще и правильно. Сори, 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 этот момент. Единый. Ну смотри на него. Струн его хватает. Струн его хватает, не отпускает. Стой. И он такой сразу такой. Ну на. Это супер. Ну на. На. Это Аэропетян. Внимание, контратаку эгрессии, шанс для удара. Вот он момент. И момент загублен. Алексей. Это подкат, это подкат, класс. Offside. Нет, нет, подожди, подожди. Передача не на него была. Не на того, кого offside. Здесь связка друзей сыграла Карен. Потому что, насколько я помню, Алексеев попал бы в Раструнину. В таман нашего любимого с Кареном. Откуда вы? Из какого города? Погнали, пишите в комментариях. Самое интересное будем засчитывать. И вот она дальняя попытка. Помнишь? Это достаточно продолжительная. Острая. Было интересно. Внимание, классный разворот и крестовина. И обработал он как мяч. Обалдеть. В слепую пяткой. Обалдеть. Смотрим. Это Хантер перевел налево. Нашел такой вариант. Смотри, как он обрабатывает. Раз, раз, бам и оп. Ой. Он спиной? Сумасши. Нет, пяткой. Пяткой или икроножной. Смотри. Смотри. Икроножной обработал. Топ. Просто в слепой зоне мяч. Это исключительно на чутье. Но, да, дотянуться до такого мяча, вот так пяткой, это, наверное, не суперсложно. Но обработать, чтобы он мягко у тебя еще и остался в игре этот мяч. Сот очков, крестовина. Вне всякого сомнения Хантер. Вот он момент ищет. Все только из моей команды. Все только из нашей команды. Момент еще был. Хантер обещал забить вновь после выхода. Но это питча был. Все равно не суперточный удар. Вот так рядом с вратаре. Но удар же, но хороший же. Прицельный, сбитый, плотный удар. Плотный. Это еще не все в этой атаке. Вот он. Вот, да, мил, почему у тебя в сзади такое медицинское сострадание ко мне? Всякий раз, когда мы общаемся. Еще один момент. Вот и моя печаль. Но сейчас пас можно было катнуть, да, на Оленченко. Атар, ну оцени. Ну как так? Человек с таким видением поля, как он мог не отдать здесь? Вот смотри. Как он мог не отдать? Мою традицию нарушил. Ты посмотри, там Володя Оленченко стоит, все, на пустыре. Дима, Дима, как ты думаешь, вот скажи мне. Вы даже не упоминаете нас. Ой, какая передача, какая передача, шар. Да что ж ты будешь делать? Это второй раз пича, да? Как мяч не засосало туда в ворота? Атар, Атар, посмотри на этот момент. Во-первых, спасение. Там не было оффсайда. Ой, штанга, там штанга была. Он в штангу с 15 сантиметров попал. Он попал в штангу. Пича. Атар, а что Осипов ответил тебе на это? Про то, что... Нет, нет, ни в коем разе, но ни в коем разе. Ты напрасно, ты напрасно думаешь. Это параноидальный разговор, что мы избегаем. Я говорю, но я все межсезонье следил. Никто не отметил, что 3-1 это закономерная победа. Случайно, случайно, случайно. Именно для этого у вас есть этот нынешний новый сезон. Чтобы доказать, что эта победа была случайной. Атар, поздравляем! Спасибо. Спасибо.